Подобные исследования проводятся, начиная с 2010 года, каждый раз в период между мартом и апрелем, а вопросы касаются теневой экономики за прошедшие два года. Главной целью проведенного анализа стало желание узнать, насколько высок уровень теневой экономики в наших странах, какие причины способствуют такой деятельности и что можно предпринять для сокращения уровня теневой экономики. Исследование основано на телефонных интервью, а это 500 человек в Эстонии и по 500 человек в Латвии и Литве. Динамика теневой экономики за период с 2009 по 2014 годы показывает, что эстонская теневая экономика в целом схожа с литовской, и её удельный вес практически в два раза ниже, чем в Латвии. «Как показывает наше исследование, уровень теневой экономики во всех трёх странах Балтии достаточно высок, но выше всего он в Латвии достигает почти 24%. В Эстонии же уровень теневой экономики затрагивает около 13% ВВП. Это означает, что 13% всех денег правительство недополучает. А от этого страдают абсолютно все – наши инфраструктуры, школы и многое другое». Высокий уровень теневой экономики в Латвии аналитики увязывают с транзитом, который в этой стране имеет наибольшее значение среди трёх стран Балтии. Относительно индекса теневой экономики на фоне других стран Балтии Эстония выглядит достаточно неплохо. Но до скандинавских стандартов нам всё ещё далеко. Как показывает исследование, крупнейшая проблема в Эстонии – это оплата труда в конвертах. Другая же – число незарегистрированных работников, которые работают без договоров. «В Эстонии, как и в других двух странах Балтии, аналитики традиционно подчеркивают проблему теневой экономики в секторе строительства. В последнее время ваши предприниматели крайне негативно высказываются политики правительства, которые создают лишние проблемы для их бизнеса. А это может привести в скором времени и к более крупному росту теневой экономики». Пока же позитивным для нашей страны является самый низкий уровень взяточничества, который в минувшие два года был почти в 2-3 раза ниже, чем у наших соседей Литвы и Латвии.